Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. В этом видео расскажу про неприхотливый многолетник, который станет настоящей находкой для любого цветника. Перед началом видео подпишитесь на мои резервные каналы Яндекс.Цен, Рутуб и Телеграм, чтобы в будущем нам не потеряться. Ссылки на каналы находятся в описании под видео. Сегодня расскажу про молочай многоцветный и его интересные сорта, которые привлекательно смотрятся на клумбах. Молочай многоцветный – это ценные садовые растения, которые ценятся за неприхотливость, засухоустойчивость и хорошую морозостойкость. Он образует красивый шаровидный кустик высотой до 60 см. Пик декоративности приходится на май, когда кустики покрываются желтыми соцветиями. Сами цветочки очень мелкие. Всю декоративность кустику придают прилистники, которые долго сохраняют лимонно-желтую окраску. В июле прилистники зеленеют, но кустик продолжает выглядеть декоративно. Это очень выносливое растение. Хорошо приживается практически на любой садовой почве. Сажать лучше всего на солнечном месте. Здесь он будет выглядеть наиболее декоративно и ярко. Молочай многоцветный сочетается со многими растениями, особенно с почвопокровными, такими как желучки и очитки. Среди них он выглядит пышно и ярко. Также его можно посадить на фоне хвойных растений, роз, гортензий, вдоль дорожки и на пиской горке. Сажать его можно как весной, так и осенью. А саженцы с закрытой корневой системой можно сажать весь сезон. Саженцы молочая высаживают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга и от других растений. На одном месте может расти 3-4 года. Потом его следует заменить на новое молодое растение, так как по истечении этого времени кустики начинают стареть и часто разваливаются, теряя декоративный вид. На зиму растения обрезают, оставляя небольшие пеньки. Весной он снова отрастет из почек у основания куста. Зимует без укрытий до минус 35 градусов. Молочай многоцветный чаще всего размножает черенкованием. Это самый простой способ его размножения. Лучше всего черенки приживаются в июне. Я выламываю побеги из куста и укореняю их. Молодые саженцы можно будет пересадить на постоянное место только на следующий год, когда они окрепнут. Также молочай размножает делением куста и семенным способом. Но эти способы более трудоемкие и менее эффективные. Молочай многоцветный красиво смотрится на переднем плане цветника или миксбордера. Может использоваться в качестве низкого бордюра или живой изгороди. Существуют сорта, которые привлекают к себе внимание своей необычностью. Сорт Bonfire пользуется большим спросом у цветоводов за контрастное сочетание бордовых и желтых окрасок листвы во время цветения в мае. Все лето он имеет бордовую листву, особенно если его посадить на солнечном месте. Осенью листва становятся красных оттенков. Этот молочай будет красиво смотреться на переднем плане цветника или дорожек, особенно если посадить его группами из нескольких кустиков. Но и в озеночной посадке он будет смотреться не хуже, так как имеет красивый пышный куст. Растение неприхотливое, засухоустойчивое и морозостойкое без укрытий до минус 35 градусов. Сорт вариегата эффектно смотрится с весны до осени, но особенно красиво весной, в период распускания листьев. В это время они имеют четкую вариегатную листву. Потом со временем она становится менее заметна, особенно после цветения. Высота кустиков около 40 сантиметров, цветет в мае лимонно-желтыми соцветиями. Морозостойкий без укрытий до минус 35 градусов. Сорт неприхотливый и засухоустойчивый. Применяется для посадки на альпийской горке вдоль дорожки, хорошо смотрится на фоне декоративных кустарников в одиночных групповых посадках. Спасибо за просмотр! Напишите в комментарии, посадите ли вы этот цветок в своем саду. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно! Подписывайтесь на мои другие каналы. Елена Сата-Огород и Кулинарный гид Елена. Ссылки на каналы находятся в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok